Мечта В рамках школьного предмета технология ученики шестых классов приняли участие в различных мастер-классах, которые прошли на базе школы номер 101 и позволили школьникам прикоснуться к различным профессиям и видам деятельности. Важен ли предмет технология сам к себе? Я считаю, что важный, потому что он дает практические навыки для того, чтобы потом человек мог уверенно по жизни идти. Причем не только в самом предмете шитье или разработка каких-то материалов, изготовления чего-то. Он дает возможность работать в команде в том числе и выполнять работу совместно. На базе станции юных техников проходили соревнования по мобильной робототехнике в категории робофишки и робосумо. Так, вы с поля на поле, не касаетесь поля. Один ноль. Ноль. Значит, здесь обязательства, 5-5 баллов и 25 баллов. Нам дали задание поставить все фички в нужные места и там зарабатывать баллы. У нас было 4 человека и в каждой команде по 2 человека. Сплотила ли эта работа вашу команду? Да, сплотила. Тем, что мы познавали друг друга в беде и там вот это вот все. Во Дворце Творчества прошел игровой чемпионат по компетенции технологии моды. 8 команд девочек, состоящих из 4-х человек, рисовали, краили, вырезали, шили на швейных машинках, выполняли предложенные задания. Мы сделали природу в деревне, в которой может жить спокойный человек. Трудная была работа? Да, нам еще даже не хватило времени. Что вам запомнилось в этой работе? То, что иногда что-то не получалось, что-то даже веселило. Как у вас проходила подготовка? Ну, это было непросто. Каждый день я приходила после урона на отработку, шитья, шила на машинках. То есть каждый рисовал свой рисунок и затем мы его, получается, обвели на специальной бумаге и потом это все вырезали и перевели на ткань. После этого мы взяли каждый дал свой фон и на этот фон мы все прикололи, затем шили техникой зигзаг. Очному этапу предшествовал большой подготовительный образовательный блок. Педагоги станции юных техников и дворца творчества совместно со школьными учителями проводили занятия и мастер-классы с учениками железногорских школ. Мы сказали, что одна группа будет сначала заниматься, потом будет момент, когда мы будем это все рассказывать другим, основной части класса. Когда это все рассказывали, надо было сделать своего робота, чтобы он там сделал задание определенное. И в итоге оказалось, что моя группа и еще вторая группа, она оказалась самой лучшей и нас позвали на соревнования. Образовательное событие «Мечта» прошло в рамках регионального проекта «Меташкола». Пространство образовательных трансформаций, идейным вдохновителем которого является Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования. Предлагалось командам спроектировать так образовательную среду, чтобы она могла учитывать интересы, способности учеников, чтобы ученики могли выстраивать свою образовательную траекторию, чтобы они могли проявить себя в разных видах деятельности, в исследовательской, проектной, педагогической и так далее. И сейчас наши муниципальные команды находятся на этапе реализации своих проектных решений. В завершение мероприятия прошла церемония награждения. В результате победителем в соревнованиях по робофишкам стала команда «Техно» Курагинского района. Первое место «Робосумо» у команды «Техномир» Железногорской станции юных техников. Победителями игрового чемпионата «Технология моды» стали ученицы 6-й школы Ужурского района. Артем Кишко, Матрей Жилкин, Роман Матеров, Егор Евченко, Алексей Арделан. Студия АТОМ-ТВ «Железногорск» специально для АТОМ-Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова